лучше верить чем верить потому что с верой все становится возможным альберт энштейн меня зовут екатерина землянова это проект живые души где мы ищем гармонию с собой другими и миром в целом а тема сегодняшней встречи вера во что мы верим и как это влияет на нашу жизнь обсудить этот вопрос к нам пришел священник виталий клинический психолог настоятельство это никольского источника города парнаулы здравствуйте виталий здравствуйте и первый вопрос который хочется задать о том что же такое вера для вас вера это образ жизни но не только для меня укажу человека есть свой какой-то определенный образ жизни который сформировался у него возможно с детства опыт переданы родителями вот у кого-то общество сформировали то есть это образ жизни то есть той жизни в которой он живет если более так одним словом вера это жизнь а есть страх а страх это смерть вот поэтому вера она у каждого человека может быть своя нету понятия что вот вера вот этот вера правильно это вера неправильно неправильной веры нет даже к и правильной веры нет есть вера своя то есть то вера во что человек верит есть какие-то вера у нее которые влияют очень сильно на образ жизни все на все на все какие-то вот美國ование особенно их например там я верю то что есть жизнь после смерти или я не верю что-то люди мне кажется у меня несколько отличаются те которые верят что после смерти что-то есть и те который не верят или опять же вера в блог да те кто вредит бога немножко отличаются по образу от тех, кто не верит. Есть ли какие-то вот такие вот верования, вот вера во что отличает образ жизни очень сильно? Есть и нет. Понимаете, это все то, как человек в это верить будет. Вера это что? Это топливо. Это топливо автомобиля. Чтобы автомобиль двигался, ему нужно топливо. Без топлива автомобиль это просто бездвижущий предмет. Какого бы класса ни было, он не имеет ценности. Поэтому движение дает автомобилю топливо. Так вот, вера это то самое топливо для того, куда направлена эта вера. Но в большинстве случаев своих человек верит, он не дошел еще до веры. Он не прошел несколько этапов. То есть, чтобы уверовать, нужно пройти несколько этапов. Первый этап какой? Это называется доверие. То есть, так означает, до веры. То есть, то, что до веры идет. А что идет до веры? Проверка. То есть, про веру. То есть, чтобы уверовать окончательно, мы даже сначала пройти какое-то, получить какое-то знание об объекте, в который мы хотим верить. Вот. Если ты не получил знание, да, а просто доверился, не проверив, то таких людей обычно называют доверчивый дурачок. Вот. Нельзя. Понимаете, есть опять же такое выражение. Доверяй, но проверяй. Нельзя прийти к истине, к настоящей глубокой вере, если ты не прошел этапы доверия и проверки. То есть, изучение того, во что ты веришь. Допустим, взять, если религию, да, христианство. Очень редко, когда человек прям вот сам пришел к вере. Как правило, приводит к вере с детства. То есть, это детям навязывают определенное какое-то видение о Боге. И ребенок находится в поле родительском, да, он доверяет родителям и начинает верить то, во что верят родители. И потом, когда ребенок начинает подрастать, у него появляется какая-то осознанность. Он может анализировать, что здесь раз говорится о каких-то добродетелях. Но по факту говорят о Боге, о доброте, о любви. Но по факту поведение совершенно другое. И у ребенка появляется, то есть он анализирует и говорит, где здесь вера. Да, где здесь любовь, где здесь какие-то добродетели, да. Он начинает сомневаться в достоверности, да, о том, что ему говорили. Вот, начинает терять веру. Ну, о вере можно обо всем разговаривать. Вот, допустим, вокруг нас, если посмотреть, вера – это же не какой-то узкий такой спектр, да, вера. Это более широкий такой. Все нас окружает вера. Даже взять стакан тогда, да. Это тоже вера. Если человек поверил, что он может сделать этот стакан, он его сделал. Если бы он не поверил, что он может, он бы… Даже не начал. Он даже не начал. Цветок, горшок, окно. То есть это результат веры человека, то, что он верит. Опять же, человек верит в себя. Он верит в свои возможности. А без веры в себя невозможно поверить ни во что. Ну, как ты можешь? Не веря в себя, а вера в себя – это что? Это когда человек живет своей жизнью. То есть вера в себя – это человек живет своей жизнью. Когда человек живет своей жизнью, значит, он живет жизнью свободной. То есть он свободный. Без свободы человеку нельзя рассуждать о вере какой-либо. Если человек не свободен, ощущается не свободен, он не может верить. Он может лишь принимать навязанные ему идеи и веры извне. То есть это не его будет вера, он не свободен. То есть вера всегда только добровольная по собственному выбору? Настоящая вера идет через свободу. То есть когда человек свободен, свободно может рассуждать, свободно может делать то, что он хочет делать, тогда он начинает анализировать, анализирует, изучать. И в нем появляется как раз настоящая вера внутри. Мне казалось, наоборот, что существует какое-то противоречие между знанием и верой, что вера – это когда, наоборот, знание нет. Вот я ничего не знаю, но я верю. А когда есть знание, ты что-то там проверил. То есть если эксперимент подтвердился, то ты уже не во что тут веришь. Это знание. И так, и так можно. Вот у вас, вы называете это уже знание. Но чтобы это знание появилось в вас, вам нужно довериться. Вот. Чтобы пойти по пути этого знания, нужно довериться. Довериться, во-первых. Что это целесообразно хотя бы. Да, да, да. Нужно вам это или не нужно? Может, не нужно? А вот вы сказали вначале про то, что вера, ну, как одну из метафор, что это такое? Что это сила трансформирующая. Это красивая метафора. Часто такая распространенная фраза, вырванная из контекста, ну, из библейского, да, про то, что по вере вашей веры. Это будет. Можете прокомментировать? Это вот про вот это, про то, что это сила трансформирующая. Как вы говорите? Смотрите, мир надо рассматривать не только как какое-то физическое, да, вещь. Мир нас делится на несколько аспектов. Первый – это энергия, это вибрации, это, а если взять человека, да, то это физика, это гормоны, это много чего, если разобрать его. То, если рассматривать в этом контексте, то вера, вера, здесь необходима. Вот. Ну, вера, опять же, в себя, в свои возможности, в свои цели. Влияет ли вера как-то, ну, все люди, в общем, в целом хотят, ну, счастливой, легкой какой-то жизни, без, там, проблем каких-то драматических событий и всякой такой истории. Влияет ли вера на, как сказать, благополучие судьбы? Если ты в это веришь, то влияет, если не веришь, то нет. То есть, если я верю, что, ну, там, не знаю, моя вера в себя приведет меня к благополучному будущему, то так для меня и будет. А если ты будешь только верить, а ничего для этого делать не будешь, то не приведет. Есть такие слова, вера без дел мертва есть. То есть, недостаточно просто верить. Нужно еще для этого делать что-то. Давайте прям несколько аспектов возьмем. Вера в себя, вера в Бога и вера в счастливое будущее. Вера в то, что все будет хорошо, как говорят, позитивное мышление, да, вот это, убежденность, все будет хорошо. И как эти три веры, например, можно проявлять, да, ну, как вы говорите, действия, да, совершать? Какие действия логично, целесообразно проявлять в каждой вере? Ну, надо понимать, что Божий Богу, а кесарево, кесарево. Если, допустим, у нас задачи одни поставлены, мы их выполняем по этому направлению. Если другие, мы идем по этому направлению. Как бы здесь так? Ну, вы понимаете, это все можно назвать верой. Это все работает. Это все работает. Но если переводить это с уровня веры, как какого-то состояния, силы, намерения, вот на уровень действий. Вот мне кажется, многие люди там, допустим, может быть, закрывают для себя вопрос веры в Бога во многом, потому что кажется, что это очень обременительная история, что если я верю в Бога, значит, я должен, и там такой список, что я должен. А как на самом деле? Мы должны лишь только себе, быть счастливыми. Вот, вера в Бога, она должна нас делать счастливыми и делать нас, раскрывать в нас любовь. Если это не делает нас счастливыми, а наоборот, наша вера вводит нас в какие-то состояния негативные, страдания, там, жертвенности, то это не настоящая вера, потому что Бог, он, нету Бога этого, у Бога есть любовь. И наша вера, она должна строиться из этого. А то, что мы знаем о Боге, мы не знаем ничего. То, что в религиях, у большинства в разных религиях, да, но это имеет место быть, понимаете. Есть такое, когда это недостаток большинства религий, где все-таки больше говорят о страданиях, нежели о счастье и о любви. Вот, поэтому люди, которые не хотят находиться в состоянии страданий, они видят, что рядом находят с тобой люди в состоянии жертвы, в состоянии там уныния и еще каких-то внутренних, и им некомфортно рядом с ними находиться. И они, такие люди, пытаются сравнивать, да, вот это вот состояние, благодаря тому, что в церковь человек ходит, а вот это состояние, то, что в церковь не ходит человек. То есть, и он начинает анализировать. Мне больше вот это состояние подходит. И, чтобы ходить в церковь, нужно, значит, постоянно быть в состоянии уныния, депрессии, еще чего-то. Но это ложное. Нет, это ошибочно. Просто человек, он не знает всех тонкостей вот этих вот. Ну, действительно, у нас в церквях, в храмах, да, много таких очень людей. Ну, что ты поделаешь. Есть, да. Ну, вот там тоже какая-то закономерность есть, что люди приходят опереться. Ну, люди неправильно все делают. Люди просто делают неправильно все. А вам правильно? Человек, идя в храм, он должен идти туда с радостью и с любовью. Но не с плачем и унынием и состраданием. С болью. Это, знаете, как есть молитва, да? Молитвы существенные, есть несущественные молитвы. Ну, это такая классификация, это моя личная, как бы, разделение на классификации. А вот несущественные молитвы, это те молитвы, которые мы не должны молиться. Это те молитвы, которые вызывают в нас страдание, жалость. И состояние жертвы. Вот. А есть молитвы существенные. Это молитвы любви и благодарности. Когда мы молимся за благодарностью за все то, что Бог нам посылает. Вот. Если понять, это спасибо Богу за то, что я имею. И ты же раз спаси Богу за то, что я не имею. То есть, все, что в твоей жизни происходит, ты принимаешь за благодарностью. Это существенные молитвы, я так называю, которые приятны Богу. А вот эти молитвы, когда мы, подай Господи, ей здоровье, подай Господи. Прости, помоги. Помоги ей сделать то-то. А вот это иконе, мы помолиться должны вот в этом. Как будто они святые, нам обязаны что-то, мы к ним должны обращаться. Как Дедушка Мороз. Да. И либо, знаете, Господь, ты вот сейчас не попросил его, он не догадается, кому что нужно дать. Хорошо, что попросил, да? Нет. Господь, прежде чем что ты попросишь, он уже знает, в чем человек нуждается. Но то, если он сейчас это даст, не навредит ли ему это? Мы-то не знаем, но Господь знает. Потому Господь каждому человеку дает столько, сколько он может понести по силам своим. Ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому наши мальчики должны больше быть доверительные, благодарственные. И с любой. Представляете, мы приходим не плакать о жизни своей грешной, неудачной. Почему? Да потому что сам ты ее сделал такой. Потому что сам ты обесценил себя. Ты не делаешь ничего, чтобы развиваться. Ты не изучаешь ничего, чтобы идти к целям своим. Ты ее сделал просто несчастной. И пришел в храм просить либо жаловаться, либо просить у Бога помощи. Это знаете, есть такая, я вот для примера привожу. Человек хочет миллион заработать. И он приходит в храм и говорит, Господи, дай мне миллион. Дай мне миллион. Мне нужен миллион. Но чтобы ты заработал миллион, тебе нужно что сделать? Ну не в храм идти. А куда? В налоговую регистрировать ИП. Нет. Пройти курсы специальные. Курсы, где тебя обучат, как зарабатывать. Поднять свою пятую точку с дивана, с кресла и начать что-то делать. Тогда у тебя будет... Хотя бы лотерейный билет купить. Что-то делать для того, чтобы научиться зарабатывать эти деньги. Так же со здоровьем. Человек приходит в храм и говорит, Господи, дай мне здоровье. Дай мне то-то, то-то. Но а что ты сделал, чтобы у тебя было здоровье? Понимаете? Вот здесь говорится о вере. Вера без дел, мир твоя есть. То есть прежде чем что-то делать, что-то просить, ты должен для этого что-то делать. То есть получается, фигура Бога, он не источник, грубо говоря, твоего блага какого-то, а союзник твоего блага. Конечно, источник – это ты сам. Ты сам должен что-то делать. Вот. Еще пословиц очень много. Подлежащий камень вода не течет. На Бога надейся, вербеду привяжи. Поэтому мы должны верить. А во что верить? Бог, вот как вы говорите, да? «Поверь ваше, да будет вам». То есть когда Господь говорит слова «Поверь ваше, да будет вам», это если человек верит в черную кошку, «Поверь его, да, своему». Потому что он из себя изучает именно энергию, определенную энергию, которая притягивает к себе те или иные обстоятельства, во что он верит. Если он верит, что ручка упала со стола, и сейчас кто-то придет, либо ложка, да, либо соль опрокинул, он верит, он эмоции включает в эту веру, он усиливает свою веру через эмоции, а эмоции они усиливают веру, то идет трансформация веры в действие. То есть по словам «Поверь ваше, да будет вам». Если будете верить, даже вот с маленькой горчичной семечкой, да, что гора перейдет с одного места на другое, она перейдет. Как бы пустая вера называется. Пустая вера. Ну, либо суеверие. Суеверие – это когда вера суетная. Ну, то есть не настоящая вера, но мы и суеверие можем сделать очень сильную веру. И эта вера, она может быть реальна для человека, потому что человек ее трансформирует, он ее превращает в действие. Поэтому очень много у нас этих суеверий, там ложка упала, соли прокинул. По дереву постучать. Да, по дереву постучать. И ведь реально, если бы это не работало, никто бы в это не верил. Но раз люди верят, значит, это работает. Но реально это случается. Потому что ты из своей веры, вот этот инструмент, который в нас находится, не инструмент, а вот этот дар. Дар Бога. Мы ведь кто на земле? Мы творцы. Мы боги с маленькой буквы, назовем так. Мы боги на земле. Мы имеем ту же свободу, как и Бог. Мы образ в подобии Божьем. Мы созданы. Мы самое высшее творение Божьего на земле. То есть мы на земле. Боги. Человек. Раса человеческая. Боги. То есть нам поминуются все стихии. Ну, должны. А то, что мы немножко навредили своей природе, стали такие вот недостойные своего предназначения земли. Поэтому нам не хватает этой веры. веры. Поэтому вера, она очень важна. Важна правильная вера. А чтобы она была правильная, необходимо ее изучать. Все существует, все работает. Единственное, у тебя нет знания. Поэтому знание очень важно для укрепления веры. То есть если выстроить алгоритм действий, да, как я уже сказал, первое, мы доверяем, потом проверяем, потом идет сама вера. И это уже вера, которая пришла, она уже превращается в уверенность. То есть я уверен, что это так. Тебе уже не надо верить, да, либо там… Не доказательства. Не доказательства. Ты просто знаешь, что это так. Угу. Понимаешь? Вот. Угу. Поэтому если человек во что-то не верит, он просто не знает об этом. Угу. Ему нужно изучить. Вот. И если действительно интересно эта тема, да, допустим, интересная тема религии человека, когда он хочет уверовать в Бога, но если ты ничего не будешь делать, а будешь ждать чудес, чтобы уверовать в Бога, ты не уверуешь. Ты не дождешься. Тебе нужно какие-то действия предпринимать, чтобы уверить, веровать. Угу. Если ты хочешь достигать каких-то целей, ты должен поверить в себя, в свои возможности. Вот. Угу. А у тебя их может быть… Они могут быть просто заблокированы с детства. У нас же родители с детства блокируют, к сожалению. Вот. Поэтому вера, она… Во всем вокруг посмотришь, все вера. Вот если бы я, допустим, хотела… есть какой-то импульс, да, доверие, что я бы хотела поверить в Бога, но знаний у меня нет, опереться в этом смысле мне не на что. С чего бы можно было бы мне начать вот это знание набирать, чтобы фундамент… Во-первых, понять, для чего тебе это надо. Мотивацию. Для чего тебе надо? Я хочу поверить в Богу. Для чего? А если непонятно для чего? Просто чувствуешь, что там что-то? Ну, так в этом надо разобраться. Допустим, даже вот я чувствую, что там больше радости. Вот так. Ну, поверь, иногда выпить какой-нибудь напиток… Попроще. Радости намного быстрее будет. И нет, там не радость. Просто, когда человек пытается во что-то верить, он пытается заменить одно на другое. Своё состояние, да, там какое-то переживание, либо страха. То есть, потребность удовлетворить своё. Да, у него есть какая-то потребность внутри. Он её пытается заменить. Сразу радостью. Ну, как у нас, допустим, некоторые люди идут в монастырь. Спросишь, почему ты пошёл в монастырь? Ну, как-то жизни, отношения не удались, всё в отношениях плохо. В общем, это те люди, у которых жизнь как-то не удалась. Редко, когда человек идёт в монастырь по великой любви. Очень редко. Либо что-то случилось, какие-то скорби, какие-то переживания, потери, и человек пошёл в монастырь. От себя ты не убежишь. Если тебя здесь застали эти проблемы, скорби, то ты и не убежишь. Ты не умеешь их решать, ты не умеешь с ними никак собладать. Вот. Надо научиться. Понимаете, идти к Богу нужно по любви. Все верующие люди. Люди все верующие. А что касается Бога, все верующие в Бога. Только одни верят в христианского Бога, другие верят в Бога Вселенной. В закон? Да. То есть, говорят, есть законы Вселенной. Вот. Мы верим, что где-то какой-то создатель есть, но не ваш, который в храме сидит. И, допустим, не мусульманский, не буддистский, там, и то какой-то. А именно какой-то есть там высший разум. Нет, человек, который не верит. Все люди верят. Так вот, если задаться этим вопросом и изучить, да, более глубже то, что ты веришь, можно прийти к вере. Угу. Вот. Опять же, что такое высший разум? Не высший разум, а законы природы. Творец создал Землю, создал Вселенную. И чтобы во Вселенной все работало, он создал законы Вселенной, которые работают уже без определенного его участия. Все. Поэтому эти законы, они, это знаете, как вот есть бизнес. У каждого бизнеса есть свой учредитель. Угу. Учредитель создал бизнес и поставил директором. и сам уехал по своим делам. Угу. И приезжает там, смотрит, контролирует, да, вот так и Бог. Он создал законы Вселенной, где законы Вселенной сами существуют. Угу. существуют. Есть законы физики, закон притяжения, да? Угу. Подобные притягивают всегда подобные. А если человек испытывает внутри страх, и он верит в этот страх, что только так, не как иначе, он притягивает в себе эти страхи. Если человек испытывает любовь внутри, и он верит в эту любовь, он притягивает в себе любовь. Если женщина испытывает внутри недоверие к мужчинам, что они все такие-сякие, да, то она будет притягивать в себе только таких, потому что она в это верит. Если мы ходим в храм молиться Богу и считаем себя самыми недостойными, самыми грешными, и нет нам прощения, то мы такими будем являться всегда. И ничего не изменится в твоей жизни. Понимаешь? Если мы думаем, что только скорбями можем спасаться, то в нашей жизни будут только одни скорби. потому что ты в это хочешь верить, ты включаешь веру. Если мы верим, что Бог есть любовь, и мы на земле можем прожить счастливую, радостную жизнь, ты в это начинаешь верить, и ты реально начинаешь ей жить. Как поверить в себя, как в Творца? Что твоя природа творится? Чтобы поверить в себя, нужно сначала полюбить себя. А чтобы полюбить себя, нужно сначала убрать ограниченные убеждения, что себя любви это грех. Потому что нам везде отвергают, что ты себя любви занимаешься, ты эгоист, то человек сразу блокирует любовь к себе, потому что он не понимает, что такое любовь к себе. Любовь к себе это состояние, состояние, которое человек испытывает, это гармония со своей природой, со своей внутренней. это свобода действий, свобода мысли, свобода, ну это свобода. Человек, когда любит себя, он делает то, что его делает счастливым внутри. Он не меняет других людей, он принимает людей такими, какие они есть. Он принимает их жизнь, принимает их выбор, он их не осуждает. А эгоист, он любит себя, и при этом он хочет, чтобы все люди вокруг него делали то, что он хочет. Это эгоистическое отношение любви к себе. Поэтому, когда человек начинает реально заниматься собой и раскрывает внутри себе любовь, тогда и все остальное к нему приходит. С этого надо начинать. Еще вопрос про веру. Бывает такое, что вера исчезает из жизни, покидает человека. Верил, потом верить в креста. Что за процесс? Это иллюзия называется. Когда человек не верил на самом деле, он не прошел этап даже доверия, он просто услышал где-то что-то, не изучив это, не проверив, начинает слепо в это верить, а потом раз и не оправдывается верой. И он начинает разочаровываться в этом. Может ли в человеке не быть верой все-таки? Невозможно. Невозможно. Человек все равно будет верить в какой-то негатив. Что мы все умрем. Все вокруг плохо, все вокруг нехорошие, он в это верит. мы каждому нашему эксперту предлагаем нашим зрителям что-нибудь порекомендовать, чтобы лучше разобраться, пойти по пути познания какой-то темы. Есть у вас что порекомендовать, посмотреть, почитать упражнения, просто что загуглить, какое слово, обожжение, еще что-то, куда направить свое внимание, чтобы поисследовать тему, которую мы если у вас проблема с психикой идти к психологу, если у вас проблема с финансами идти к специалисту, если проблема с телом идти к доктору. Вам нужно разобраться по запросу своему и начать работать с специалистом, довериться, самостоятельно разбираться не надо. Это очень хлопотно будет. Проблем очень много будет. Потому что мы когда самостоятельно пытаемся разобраться, мы же разбираемся от своего ума, от своих знаний. А твои знания привели к тебе к твоему результату, который ты сейчас имеешь. Тебя если он удовлетворяет, то пожалуйста, используй свои знания. Если нет, тогда обратись к специалистам в той или области, в которой ты хочешь изучить. Хочешь изучить религию, иди к священнику. Хочешь изучить другую религию, иди к тому священнику. И изучай. И когда ты изучишь и почувствишь, что это твое, ты чувствуешь себя будешь счастливым, ты на своем месте будешь счастливым. Как понять, твое это или не твое? Если это твое, счастлив. Если не твое, значит это не твое. Ты почувствуешь внутри. Я на своем месте. От того дела, что я делаю, каждое мое действие, оно делает меня счастливым. Понимаете? Оно наполняет меня. Оно дает мне жизнь. А если я делаю, потому что вынужден делать это, это не твое. Так вот, я желаю всем найти себя. Спасибо большое за эту беседу. Хочется надеяться, что каждый зритель почувствовал свою душу более живой в процессе. А следующая наша встреча будет посвящена теме познания нужно задать себе, прежде чем ответить на самый главный кто я. Обсудим. До встречи. субтитры субтитры